Налоговый комитет Повышение налогов сегодня у всех на слуху. Об этом говорят в правительстве, кулуарах, сфере бизнеса и просто дома за кружкой чая. А с 1 января текущего года стоимость объектов налогообложения – это жилища, здания, дачи, гаражи, личный транспорт и земля – уже повысилась более чем в два раза. Но об этом мало кто знает. Причем налоговая ставка не возросла. Изменился лишь коэффициент зонирования. Если в прошлом году минимальный коэффициент составлял 0,65, а максимальный 1,3, то в этом году минимальный коэффициент зонирования составляет 1,3, а максимальный коэффициент зонирования составляет 2,2. Коэффициент зонирования разрабатывается на основании методики, которая утверждается приказом министра юстиции. Следовательно, налог на имущество увеличился за счет коэффициента зонирования, а не за счет увеличения налоговой ставки. Проще говоря, на стоимость квартиры влияет район расположения. Если ваша зона центр города, то и платить вы будете больше. Если окраина, соответственно, меньше. В налоговой говорят, что самостоятельно расценки не устанавливают. Налог зависит от оценочной стоимости жилья, которую диктует центр по недвижимости. Тот подход, который был ранее для определения данной стоимости, он не учитывал никаких инфраструктур, газификацию, отдаленность от центра. Он был как-то более проще, обобщенный в этом случае. А здесь, в данный момент, постарались в этой методике отразить полностью детально все аспекты, все позиции. Жаль только, что расчет идет не из доходов, говорят жители. Ведь жить-то можно и в трехкомнатной квартире в центре города, доставшейся по наследству от бабушки. А зарабатывать всего 30 тысяч тенге в месяц. Я согласен с тем, что с большой площади надо платить. А зачем средних и бедных трогать в таком случае? Я, например, категорически против. Конечно, против. Хочется, чтобы поменьше каким-то образом, чтобы каким-то образом помочь людям. Люди и так, господи, заработная плата маленькая, хозяю плохо платят. Так что, больше я молодые люди не могу ничего сказать. Я думаю, что на дорогие машины, на дорогие квартиры, на элитные земли, может быть, это и стоит понимать. А на те, что для простых людей, которые не обладают такими средствами, поднимать, конечно, не стоит. Однако есть у налоговых органов и хорошие новости. Налогоплательщики теперь могут приостановить предоставление налоговой отчетности на срок до 5 лет. Но только при отсутствии коммерческой деятельности. И при этом нулевую отчетность ни в бумажном, ни в электронном виде предоставлять больше не нужно.